Доброе здоровьица! Интересный видосик я нашел в интернете когда рассказывают о там спиде о причинах и следствиях о том что лечат совершенно иное и так далее и тому подобное и я на основе этого видео хочу вам показать разную работу мысли то есть вот мысль одного человека мысль другого человека вообще в мире очень много умных людей умнейших людей и естественно когда вы смотрите те или иные видосы они на вас влияют и мне бы хотелось показать на основе этого видео и его разборе кто перед вами ну и так меньше слов больше дела и так сейчас пойдет видео где-то я останавливаю и комментирую пошло останавливаю и комментирую ну что поехали будет очень интересный и поучительный разбор вот вы сейчас сказали о спиде а вы знаете что у нас есть ученые в россии которые лечат спид за 12 дней вот я сейчас это сказал меня же надо уничтожить вы представляете на что я замахиваюсь на какую индустрию на какую огромную не знаю чего там деятельность человеческую по борьбе со спидом на все эти конференции на все эти страшные хосписы на все а я говорю спида нет смотрите вот человек заболел спидом и естественно он хочет излечения и если придерживаться вот общепринятого направления как надо лечить вот как надо лечить в обществе сложилось такое мнение и все его подхватили и все там лечат 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 ну не без того есть результаты есть положительные есть отрицательные но и есть совершенно другое направление мысли которое говорит а которое отлично от общепринятого и тем не менее вот как говорит уважаемый человек лечит спид за 12 часов разное направление мысли общепринятое и совершенно иное которое четко бьет общепринятое то ли будет то ли нет вроде бы да а вот это вот манюсенькое ответвление мышление которое нашло совершенно иной подход к этой проблеме вернее взглянуло на нее совершенно с других позиций говорит о том что а можно же и по другому и наверняка чувствуете разницу спида нет у человека десятикратный запас иммунитета при рождении который не расходуется вопрос десятикратный запас при рождении иммунитета который не расходуется позвольте а куда же он тогда девается вот задайте себе вопрос задаем себе вопрос куда же девается раз такой мощный десятикратный запас иммунитета у нас а потом может взглянуть на слово иммунитет иммунитет это защита организма может взглянуть по другому не назвать его защитой организма а назвать его жизненной энергией то есть когда человек рождается у него действительно огромный запас жизненной силы для того чтобы она построила организм а потом поддерживала его и потихонечку она угасает можно так сказать или нельзя подумаем об этом спид это ситуация когда за счет вируса за счет других каких-то вещей выключается иммунная система человека нет понятия иммунодефицита это обман есть понятие выключенного иммунитета как включить иммунитет у человека вот что такое вылечить спид как его включить так хорошо то есть какая-то причина выключает иммунитет человека вот какая-то причина вирусы или другие вот если не вирусы то какие другие причины могут выключать или подавлять иммунитет. Вот об этом надо бы задуматься более тщательно. И тут, если устраним вирусы, хотя если, как бы сказать, мощный иммунитет, то есть много жизненных сил у человека, то они справятся и с вирусом, не дадут ему развиться. То есть какие-то лежат причины. Это уже вирусы и бактерии, можно так сказать, вторичные. Раз он такой силен, а потом он куда-то девается. И невольно, невольно мы напрашиваемся. Наверное, что-то у нас по жизни случается такого, что этот иммунитет, эти жизненные силы наши как-то быстро приходят в упадок, как-то быстро они там выключаются, этот иммунитет и так далее. Возможно, пока так поставим вопрос, возможно, в этом замешан наш образ жизни. Слушаем дальше. Могу рассказать. Дело в том, что когда рождается ребенок, вот он еще в утробе матери, один из органов в нем составляет одну треть веса. Знаете, какой? Вилочковая железа. Она находится вот здесь у человека, у эмбриона. Вилочковая железа – это орган, который тренирует иммунитет родившегося ребенка. Почему ребенок тащит все в рот? Не надо бить его по рукам. Он тащит разную заразу и тренирует иммунную систему. И чем больше это тащит, тем лучше. К 12 годам вилочковая железа становится маленькой. Стоп! Чтоб мы далеко не ушли, а разобрали. Вот рождается ребенок, и получается так, что вот эта вот вилочковая железа уже служит гарантом защиты человека. А при чем тогда вот такие вот слова, что тащит все в рот, тренирует иммунную систему? При чем тогда это? При чем тогда какая-то тренировка, когда она от вилочковой железы, она в 10 раз уже мощнее, иммунная наша защита, и она там все подавляет. Зачем ее тренировать, когда она уже и так сильная? Может тут совсем иной? Надо задать себе вопрос. Не то, что она изначально сильная, а она должна адаптироваться к условиям жизни и запуститься от тех или иных факторов, а именно от грязи с рук, от холода внешнего, от питания, от еще каких-то закаливающих процедур и прочее-прочее. То есть то, что начинает, как бы сказать, формировать наш иммунитет, да, он есть, но его надо как-то сформировать. И не то, что эта защита вот есть, а потом ее нет. Есть жизненная сила, вот это понятие. А все остальное должно быть приспособлено к окружающим условиям. Я думаю, правильно вот так было бы сказать. И это все тренируемость к холоду, допустим, к тем же микробам, к тому же питанию и прочее-прочее-прочее. То есть те факторы, которые должны соответствующим образом натренировать нашу иммунную систему, которая базируется на жизненной силе человека, которая, вот которая-то, у новорожденного ребенка огромная, она должна сейчас сформировать организм. Может быть, так стоило бы это все сказать? Вот почти такая. А у нас с вами ее нет просто. Это редуцированный орган, потому что он считает, что я все сделал, я обучил иммунитет, теперь я не нужен. Он редуцирует. Но когда мы говорим, клянусь, клянусь, куда мы руку кладем? Не сюда, не сюда, вот сюда. Вот здесь она находилась, вилочковая железа, главный орган человека. Весь мир пытался синтезировать ферменты вилочковой железы. Даже, по-моему, швейцарцы. Стоп! Вот смотрите. Если вилочковая железа у нас была, и она все, так сказать, сделала, то есть натренировала иммунитет человека, будем, как бы сказать, говорить, как наш собеседник, натренировала, и надобность в ней пропадает, чисто природная. То есть иммунитет из вот этой, вот, как бы сказать, вилочковой железы, он уже перешел совершенно, как бы сказать, в иные органы, в иное качество. И он защищает совершенно по-другому. Надобность в вилочковой железе отпадает. То есть это как-то очевидно. Я думаю, так. То есть организм формируется. И как раньше у нас в качестве питания нужна была пуповина и плацента, считалось главным органом, через который идет питание и жизнь, пуповина и плацента, то после рождения она не нужна, ее отбрасывают. До 12 лет идет созревание, значит, вот этих всех механизмов совершенно иных по защите организма. И надобность, будем говорить, вот в этом органе, как бы сказать, первоначальном, исчезает. Логично? Понятно? Весь мир пытался синтезировать ферменты вилочковой железы. Даже, по-моему, швейцарцы получили Нобелевскую премию за синтез каких-то двух-трех там участков ДНК. Позвольте. Вот синтезировать. Как бы лучше тут сказать. Вот смотрите, чтобы как-то нам было ясно и понятно. Вот она клетка, яйцеклетка. Из этой клетки возникает целый организм. Целый организм, где клетки печени, где клетки сердца, где клетки кожи, так далее, так далее, так далее. То есть, произошло разделение. Таким образом, я думаю, что произошло, как бы сказать, вот от первоначального вот этого органа вилочковой железы был сформирован иммунитет к холоду, к голоду, к микробам и прочим, 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 прочим. Он был сформирован, и он уже не находится в вилочковой железе. Он уже вышел. Грубо говоря, как из яйцеклетки, что там все, все это самое. Было. Все из нее уже вышло и образовалось. И уже совсем по-иному работает. Так точно, так точно. Я считаю, не знаю, как вы. И иммунитет. Да, он где-то, ну, в основном там что-то защищал, а не без того там это. Но вышел. Это совершенно иное качество. Уже приобретено организмом по защите самого себя. И уже дело не в вилочковой столько там в железе, как мы вот думаем. И все эти ферменты там будут действовать, что там они от холода будут защищать, что они будут лучше, будет рано заживление, что там они там будут от этой самой микрофлоры патогенной защищать и прочее, прочее, прочее. Разница в мышлении я вам демонстрирую такая-то и такая-то. И за это дали Нобелевскую премию, а мне за такое мышление ну пока ничего не дают. Ну, слушаем дальше. Но никто не смог сделать эффективное химическое такое соединение, которое бы работало как вилочковое железо, обучая наш иммунитет. Стоп! Раз, вот согласно моей логике, вот это вещество и так далее они там сделали и думают, оно будет там работать, но иммунитет стал общим. Он имеется и в коже, он имеется и, грубо говоря, и в крови, он имеется и в тканях и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, там и лимфатическая система и прочее, 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 кишечная система, там много всего. И что вот эти люди, что они как-то пытаются с помощью веществ вот это вот все как-то там сделать, повлиять на вот эти все разные уровни защиты организма. кожную, значит, будем говорить, в тканевую, кровяную, лимфатическую, в кишечную, что они, они вот эти вот вещества будут влиять? Или тут что-то надо совершенно иное? А именно, а именно, я немножечко заберу вперед, чтобы каждая клетка работала так, что она себя защищает. Каждая клетка работала и защищала, то есть, вот это обеспечить. И что тогда? А тогда мы вдруг обратили внимание, что есть животные, крокодил, например, но есть более сильное животное, которое не болеет ничем вообще. Есть животное, которое убить можно только выстрелом в голову или в сердце. Если в него попадает пуля в любое место, оно вылезает из него и остается маленький шрам. Это животное ничем не болеет всю свою жизнь, живет вот с такой вилочковой железой. Кто? Нет, тюлень. Он живет во льдах, он ныряет 200 метров, у него нет кессонных болезней, он весь исполосан различными винтами, у него не бывает воспалительных процессов вообще. Стоп! Теперь, смотрите, мы повернем совершенно по-иному. Вот, теперь возьмем тюленя. Это вилочковая железа защищает тюленя от холода, от холода, от разного рода ран, от кессонной болезни, от, значит, вот этого, грубо говоря, кислородной недостаточности, когда он там ныряет. Или же, давайте по-другому посмотрим, или же, вот эти факторы, как холод, постоянное движение, питание практически из среды, в которой он живет, вот это вот кислородная недостаточность, про холод я уже говорил, вот эти факторы влияют на организм так, что они заставляют и вилочковую железу работать на полную мощность. Вот если вот так вот посмотреть, или вилочковая железа все это защищает. Есть такой закон интересный, в зависимости от внешней среды формируется организм, от внешней среды формируется организм, от способа взаимодействия с этой средой, от способа питания, способа движения, способа проживания и так далее, и так далее, формируется тело, формируется, грубо говоря, скелет, формируется Мышцы, формируются внутренние органы И все-все формируется А не то, что от вилочковой железы Может сформироваться вот это все Ход мысли понятен Не от вилочковой железы мы идем А мы идем от внешних условий Которые способствуют тому Что в организме происходят такие процессы Которые делают клетку необычайно сильным И вот там говорили про крокодила и так далее Но крокодил, он как бы сказать от нас далек несколько Это рептилия А мы с вами теплокровные животные И тюлень этот, это как раз теплокровное животное Теплокровное животное, которое вскармливает своих детенышей молоком Видите сколько у нас общего Которое дышит воздухом И мы дышим воздухом То есть общность огромная Но вся разница в образе жизни Допустим холод влияет Он активизирует вот эти все там процессы Внутриклеточные и так далее Влияет А еще больше Вот теперь знаете Вот как он говорил Доктор говорит Я специалист по среднему уху Лучший специалист в мире по среднему уху Я вылечу там среднее ухо А остальное я все не знаю Теперь мы возьмем Константина Бутейка И его все эти разработки по дыханию И все эти разработки по дыханию Сводятся к тому, что До него было известно Что лучше всего кислород усваивается тогда Кровью и клетками Когда имеется повышенная концентрация углекислого газа Более того Это все знаете Углекислый газ Это так сказать Тоже внешние вещи На которые Как бы сказать так Особо внимания не следует обращать А главное обращать на то Что он говорил Что в зависимости от того Какая концентрация углекислого газа Углекислоты Внутри Внутри клетки Настолько активен и ее Внутренний мир Настолько она и активна Настолько ее активен Ферментативный аппарат То есть как он говорил Включается все 700 ферментов Находится в максимальной активности Эта клетка получается невероятно сильной И почему он предлагал Вот эта вот задержка дыхания Плавные такие задержки дыхания Тренировка дыхания Для того чтобы как раз И запустить Вот этот вот Механизм Внутриклеточный Внутриклеточный механизм Не просто запускается Что там активность этих Ферментов Но запускается еще В дополнительный Генетический аппарат И поэтому естественно Эта клетка Необыкновенно мощная Необыкновенно способна К регенерации Восстановлению И необыкновенно устойчива Против разного рода Разных вредных факторов В том числе И агрессии вирусов Микробов И прочего Прочего Потому что Ныряет Задерживая Дыхание И в результате чего В повышенном количестве Вырабатывается Эта углекислота И там уже все Приспособлено Вот Механизмы Внутри организма К повышенной Этой углекислоте И они активируют Каждую клетку организма И поэтому Такая необычайная Устойчивость Такая необычайная Устойчивость Организма К всем этим Внешним факторам А вилочковая железа Просто есть Следствие Вот этого Процесса Процесса Как бы сказать Формы Образования От внешней среды Как мы ведем Я еще немножечко Сошлюсь на опыт йогов Они как раз и говорят Что занятие Пранаяма В зависимости от того Насколько ты задерживаешь Дыхание У тебя начинают Проявляться Те или иные Эффекты От простого здоровья До хорошего здоровья До супер здоровья И наконец таки Вообще до какого-то Такого Необычайно Мощного здоровья Когда начинают Проявляться Различные Феномены Видите Как мысль пошла Не от вилочковой железы А отсюда Но тем не менее Тем не менее Знаете Вот все в организмах Допустим Тех же Теплокровных Животных Которым Относится И наш организм Оно имеет Как бы сказать Свою созвучие Свою Ну Свой резонанс Будет И свое как бы Действие Вот многие там говорили Что от обезьян Пересаживали Значит Яйца Мужикам И они там Молодели Якобы такое там Было Вот И Значит В народной медицине Вообще Есть такое понятие Любой орган Аналогичный Допустим Почки Человека Слабый Укрепляется Почками Свиными почками Ну Просто надо знать Технологию Когда это лучше сделать Сердце укрепляется Сердцем И так далее И так далее И так далее И тут вот С учетом вот этого С учетом тех же Древних знаний Взято было Что и Значит С вилочковой железы Вот этот вот Вытяжка Повлияет так же Я не сомневаюсь Что она там повлияет И как правило Первый раз Это будет влиять Когда Ну Организм с этим Столкнется Вот эта вытяжка С каждым Последующим разом Это все будет Менее Менее То есть как бы сказать Вот Здесь будут Пытаться С помощью этой Вытяжки Пробуждать Вот тот Как бы сказать Иммунитет Который Вот ребенок Получает Вот при рождении Вот что-то такое Я вот так вот Мыслю Но Это следствие Вот эта Вилочка Железа Это следствие Того образа Жизни Который Ведет Тюлень Если мы с вами Опять теперь уже Вспоминаем Порфирик Будем Обливаться Холодной водой Закаливаться Если мы с вами Будем Периодически Голодать Голодание Способится тому Что активирует Как раз Накопление Углекислого Газа В организме Человека Ну Заниматься там Допустим Задержкой там Дыхания То у нас В зависимости От этого Нечто подобное И будет Происходить То есть Будет Укрепляться Иммунитет И вот Наши ученые Взяв этот Природный Экстракт Из Железы Вилочковой Тюленя Оказалось Он подходит Человеку Если этим Экстрактом Проколоть Грубо говоря Человека Восстанавливается Иммунная система Ну Что сказать Я Согласен Что может Пройти Иммунодефицит То есть Дается толчок Для того Чтобы как-то Иммунная система Заработала Но при этом Не указывается А за счет Каких факторов Человек Ее уничтожает И тут Что там Вирусы виноваты Что там Микробы виноваты Еще кто-то виноват Нет Виноват Образ жизни В отличие от тюленя Мы перестали Жить Естественной Жизнью Мы не движемся Так как он Постоянно Находится в движении И Ищет Значит Пропитание Мы питаемся Совершенно Безобразно Не теми Продуктами Которые Свойственны Нашей пищеварительной Системе У нас Постоянно Идут Эмоциональные Так сказать Потрясения Образ жизни У нас Вот Мы не движемся И прочее Прочее То есть Мы Искусственно Обрубили Вот эти все связи Которые нас Поддерживают И естественно Укрепляют Мы от всего этого Отгородились И в результате Ослабли И теперь Вот этот Тот порочный Образ жизни Который Привел К иммунодефициту Какой-то болезни И так далее И так далее И так далее Мы пытаемся Решить За счет Другого Существа Отобрав Его жизнь Нравственно Это Или нет То есть Грешили 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 Да Грешили Что мы Мы уже На грани Жизни И смерти И вот Теперь мы Возьмем Жизнь Другого Существа Для того Чтобы Дальше Продолжать Заниматься Тем же Самым Взгляните На свою жизнь Что мы Делаем Что мы Такого Делаем Чтобы Знаете Как-то Это Да ничего Мы не делаем Мы постоянно Что-то такое Знаете Балуем себя То там Питанием То там Какими-то Утехами То еще Чем-то То еще Чем-то И считаем Что это нормально И все остальные Нам должны Тем самым Мы с вами Если вот это Вот все Используем Нарушаем Нравственный Природы За которые Уже следуют Совершенно Иные Я не побоюсь Этого слова Наказания Причем Это все Будет Так Хитро Как вот В данном Случае Там с вирусом Пандемия И так далее И тому подобное Еще более Хужие Варианты Если мы За счет Других Пытаемся Оправдать Свой грешный Образ Жизни При этом Разрушая Планету Экологию И так далее И там Чем мы занимаемся Вообще Сидим мы в телефонах Играем Играем И то Все Пято Купи Продай Купи Продай Купи Продай Купи Продай И все И вся наша цивилизация На это настроена А где полет Мысли Просто в этот момент Включается То что выключилось По каким-то причинам Да может быть нужно Еще убрать вирус Там еще что-то Проделать Но СПИД Лечится Согласен СПИД Лечится Да Выключился Вот слово Ключевое Выключился Так вот Мы выключаем Выключаем Особенно явно Это бывает Если мы съели Что-то не то Мы сразу же Выключаем Свой иммунитет У нас сразу же Там расстройство Дет Особенно сильно Это все Выключается От эмоциональных Потрясений И медленно Незаметно Выключается От наших Вот этих Пищевых Привычек От обездвиженности От защиты От холода И так далее Так далее Все это Медленно Плавно Выключается А потом Мы знаете Так О А как же так А я ж вот А нож тоже А нож Вот нож Не залечивается Не пролонгируется На много лет Чтобы этот Бедный Больной С ПИДом Ходил к вам Каждый день И платил деньги Понимаете Это все На перепутье Была Это медицина Еще у Авицены У древних Лекарей И она пошла Неправильным путем Она не пошла В сторону Лечения человека Самим человеком Вот Золотые слова Лечение человека Самим человеком Но В данном случае Что предлагается Лечение человека Вилочковой железой Бедняжки Тюленя Так Или не так Они как раз Предлагали Совершенно Иные вещи Хотя Уже тогда Были известны Вот эти Соответствия Что сердце Можно лечить Там сердце Почки почками Там легкие легкие И так далее Так далее Так далее То есть все Это было Плюс Естественно Использованы Там травы Так далее Подразделяли Что корень Там лечит Грубо говоря Кожную систему Цветки Там лечат Половую систему И Пятое Десятое То есть Там даже Такое было Различие Очень интересное Сегодня даже Ганниман Самуэль Ганниман Человек Великий Который Придумал Гомеопатию В России Обозвали Шарлатаном А что делал Ганниман 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 Говорил Подобное Лечится Подобным Это же Его формула Была Он разводил В 50 тысяч Раз Допустим Возбудители Холеры Чумы Пил Это сам И вылечивался Стоп Разводил Пил И вылечивался Если там Вообще Копнуть Вот это Вот все Гомеопатию Там Очень интересные Вещи И есть Такой Раздел Гомеопатии Как лечение Назодами То есть В организме Идет болезнь Болезнь Какая-то Хроническая Она там Тлеет И от нее Образуются Вот эти Болезненные Вещества Которые Попадают В кровь Вместе С кровью Выделяются Через почки В виде Мочи Если мы Вот эту Мочу Употребляем Назад Тем самым Мы Осуществляем Вот это Гомеопатическое Воздействие На организм Подобное Лечим Подобным Но даже Не обязательно Знаете Все мы привыкли В рот тянуть Достаточно Достаточно Все Это дело В виде Мочи Наносить На кожу Далее Если взять Мы вот так Все Сидим Рассуждаем Так Почками Сбрасываются Все шлаки Это все Организм Выбрасывать Не нужно Это все Плохое А тут Назад Да Где же Логика Логика Мол Никакой Вспоминаем Свою В ней В ней Развивался Идеально Ни один Крем Особо С ней Не сравнится Раз Плюс Плюс Теперь Вот этот Вот Мы берем Эффект На зодов Подобное Лечим Подобным И когда Мы с вами Сочетаем Два Метода Долодание И Уринотерапию Опять таки Я скажу Не обязательно Там внутрь Все хлебать Внутрь Там Достаточно С утра Трех глотков А наносим На кожу Тоже Не то что Мы там Ночуем Сидим В ванне А просто Натираемся Хотя бы Один раз В день Просто Смочили Кожу Мочу Мы получаем Совершенно Иные Лечебно Профилактические Эффекты Которые Ни с чем Не сравнимы Так как Я это пробовал Сам на себе Я могу сравнить Это Не просто слова Это уже практика А как А мы теперь знаем Как Попадая В кровь Маленький вирус Разведенный Вот этот Самый Возбудитель В 50 тысяч раз Он более эффективный Кстати Чем разведение В 10 тысяч раз Вот что делал Ганев Он показал Что такое Гомеопатия Это крупка А на ней Какой-то Маленький сигнал Больше не нужно Но он достаточный Чтобы Макрофаг Его схватил Понес в мозг И сказал У тебя чума Срочно принимаем Меры Вот что такое Гомеопатия Стоп Вот это же самое Теперь можно сказать К уринотерапии Когда вы Используете Уринотерапию То идет Повторный сигнал В тот же мозг Который говорит Слушай Давай-ка Это самое За счет Обратной связи Давай-ка Вот это Ликвидировать Логично Гомеопатия Лечит Это реальная Совершенно Технология Которая придумана В веках И которая Совершенно безмозгло Была уничтожена В России Этим постановлениями А на самом деле Нет Не поэтому Значит Ганеман Гомеопатию Изобрел Ну Грубо говоря Грубо говоря Скажем там Это довольно-таки Молодая наука Гомеопатия А вот Затоуринотерапия Была в веках И пользовалась И использовалась А теперь Она видите Вот не нужна Забыта Опорочена Поругана Мол это не то Мол это не так Мол это Бяка-кака Которую не надо Вот таблеточка Лучше Все сильные Стороны Лечения Заключаются Как раз В уринотерапии И в голодании Которое Все это Многократно Усиливает А чтобы опять Наши врачи Процветали Чтобы лечить Подольше Чтобы продавать Побольше в аптеке Вот же что движет Поэтому Когда мы говорили С этим парнем Из Байера Он говорит Артем Михайлович Модификация Лекарства Допустим Панадол А мы выпускаем Панадол Плюс Стоит модификация 60-70 миллионов долларов Чтобы выйти на рынок Но потом мы получаем 700-600 миллионов Поэтому огромные гиганты Фармацевтические Только они могут вывести Новое лекарство На рынок Даже чтобы вы не придумали Вы не можете без них Пройти Все эти стадии Тем более за рубежом FDA Все эти Регистрации Поэтому Медицина себя защитила Вот Защитила медицина Простите Я поговорился Бизнес в области Медицины Себя защитил Так Что поломать Эту систему Будет очень сложно Я не возражаю Против этого бизнеса Против этой медицины Вот Вот не возражаю При одном условии Чтоб все это Работало Ну практика показывает Что Что это Вот как говорится Только что Снимает симптом Здесь сняли симптом Который возник Допустим Как Рассказывалось Почечное давление А Мы не берем Что Это почки там Барахлят А давление Мы его снижаем В результате Начинаются Другие там Проблемы То есть Мне бы хотелось Чтоб если этот бизнес Работал То Был эффект А если Вот такое Вот это Знаете Вот Мы с вами Приходим Из-за вот такого Бизнеса К тому Что Он убьет Цивилизацию Много таких Вот Высказаний Было Знаете Цивилизацию Ничем Ничем не убьешь Ижне Она убьет Сама себя И вот этот Как раз Вот этот Бизнес Он как раз Вот это все И убивает Рушит Сделать что-то Там подешевле Сделать еще Как-то Сделать еще Та-та-та-та-та-та-та-та Но Вопрос А подходит А подходит Ли это Для нашего Организма Вот эти Все эти Знаете Заменители Разрыхрители Улучшатели Быстро Это самое Выросшие продукты Там Генномодифицированные И так далее И так далее И так далее Подходят они нам Нет Они не подходят В результате Вся эта цивилизация Она Вот из-за этого Бизнеса Она Разрушится Он ее Разъест Он ее уже Разлетает Он ее разъест И Уничтожит Практически Сложно Понимаете И поэтому Советский Союз Где развивалась Медицина Не исходя Из заработка Врачей Не исходя Из этого Сейчас мы уже В этом же Поле находимся Сегодня Врачам выгодно Лечить Особенно в поликлиниках Где можно Брать за какие-то Процедуры Деньги Основное Я хочу Еще разок Донести До вашего сознания Это то что Дело не в вилочковой железе Дело не в Каких-то там Мужских гормонах Которые там Пересаженные Яйца будут Вырабатывать И омолаживать Там Значит Организм человека Но Основное Мужчины Вот А дело в образе жизни В зависимости от того Как вы ведете Образ жизни Как вы взаимодействуете С пространством Насколько вы Укрепили Вот эти вот Связи С окружающим миром Окружающий мир Вас поддерживает Создает прочный иммунитет Вы становитесь Частицей Этого Огромного Организма Поэтому живете Долго Не болейте Как только Мы все это Порушили Эти связи Думаю Иммунитет Мы будем Формировать С помощью Не с помощью Внешних Вот этих вот Факторов Которые Формируют Иммунитет Тюленя А с помощью Совсем других Вы знаете Все их хорошо На букву П Р И В Вот Это ни к чему Не приведет И не приводит Что мы видим Ну вот то Что мы видим То мы и видим Поэтому В будущем Только Образ жизни И Грубо говоря Бизнесу Просто-напросто Надо перестроиться Чтобы получать Там деньги Из этого Образа жизни